Приветствую вас! Начать мне бы хотелось со следующего. Безусловно, вы можете считать, что то, что девочка вам говорит, является бредом. Это ваше право. Так считать и так думать, это безусловно. Но, значит, видите ли, у девочки есть право, наверное, в первую очередь моральное право, не допускать ваше личное пространство. И вне зависимости от того, что вы считаете и что думаете, ее право, оно не перестает быть боковым. Только из-за того, что вы считаете, что это бред. А это значит, что выбор девушки, ее решение, ее линию поведения, ее модель поведения, ну, нужно уважать, как минимум. И от этого никуда не деться. Никуда не деться от того, что нужно уважать ее решение. Далее, от того, что вы проявите настойчивость, то есть будете хотеть ее обнять, несмотря на то, что она этого не хочет. Вы можете сделать только хуже, в каком плане. Вы можете ее оттолкнуть от себя таким образом и показать ей, что гораздо хуже, на мой взгляд. По-гональски, что вас не очень-то волнует ее личная пространство. А раз так, то, собственно, лично вопрос времени, когда девушка, ну, от вас захочет просто-напросто отдалиться. Вопрос времени, когда девушка пожелает с вами расстаться, пожелает, ну, как бы, дистанцироваться от вас. И вот, чтобы не было таких моментов, чтобы не было у вас подобных проблем, я и хочу вам дать такую, ну, такую небольшую... рекомендацию о том, чтобы вы спокойно, чтобы вы без лишних резких движений, дали девушке понять, что вы готовы принимать ее выбор, готовы уважать ее выбор. и, собственно говоря, с ним считаться. Вот это, это самое главное, что вы можете сделать. Считаться с выбором девушки. Далее, вам предстоит выяснить, эээ, вот что. Вам предстоит выяснить, эээ, чем обусловлена ее осторожность. Просто выясните это. Вот она говорит, я осторожно не хочу никого себе, никого себе подпускать. Хорошо, почему? Вопрос. Вопрос-то, в самом деле, очень простой для человека, если, эээ, ну, если она знает на него ответ. Почему она не хочет вас к себе подпускать? С чем связано такое ее поведение? Пожалуй, это является, ну, эээ, одним из главных, чтобы вы могли предпринять в данной ситуации. Ну, а дальше, дальше вам следует действовать так. Эээ, значит, после того, как вы выясните, почему она проявляет такое поведение, почему она ведет себя именно так. В зависимости от причин и старайтесь корректировать свою модель поведения. Если в ее жизни что-то произошло, дурное, например, негативное, например, то тогда, конечно же, ваша основная задача дать ей понять, что вы принимаете ее, понимаете ее, и, собственно говоря, желаете доказать ей, что не все мужчины такие плохие, как она, например, боится. Среди них есть ребята и хорошие. Ну, например, вы. Если у девочки выяснится отсутствие, ну, скажем так, отсутствие какой-то одной, какой-то единой причины, такой, кстати, тоже вполне может быть. Ну, девушка просто чего-то боится, да, девушка просто чего-то опасна. Тогда вам рекомендуется здесь действовать иначе. Как? Тогда вам здесь рекомендуется действовать следующим образом. Постепенно, постепенно, постепенно сближается с ней. Вы виделись всего лишь в конце концов два раза. Для девушки это может быть все-таки не так, ну, не так много, для девушки, может быть, это мало и уважать ее. Но, просто пытаетесь сближаться с ней еще. То есть, отказала обнять, ну, ничего страшного. Не захотела обнимать, бывает. Вы ее просто-напросто игнорируете это и через какое-то время опять пытаетесь ее обнять. Девушкам нравится, когда в отношении них иногда проявляют силу, в отношении них иногда проявляют держу. Но с учетом их желания. Я думаю, именно так можно ответить на ваш вопрос. Говорить ей нужно только вежливые и обходительные вещи, побольше интересоваться ею, побольше узнавать ее пока, если она не хочет, чтобы вы ее обнимали. Ну и не терапись события. Но для себя, для себя, вам важно безусловно установить некую такую планку максимальную. Сколько вы готовы считать, чтобы она разрешала вам себя спокойно обнимать. Две недели, три недели, лучше около полметра на таком случае, чтобы все-таки девочку не потерять именно из-за такого вот, может быть, слишком жесткого ограничения. Тут уже решать вам. И если после пересечения этой вот границы, после пересечения этого максимального значения она не позволит вам отнять себя, вы от нее отдалитесь и ведите себя отстраненно. Если вы ее волнуете, она обязательно спросит, в чем дело, почему вы стали к ней холодны, и тогда вы, собственно, и скажете ей о том, что не чувствуете, например, что нужны ей. Не чувствуете, например, что она у вас нужна, и не хотите тратить время на человека, который не отвечает вам взаимностью. То есть, здесь стоит воздержаться именно от обвинений ее в чем-либо. Здесь стоит говорить о том, чего вы хотите для себя. Вот это будет, наверное, самым правильным. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.